Транспиренции поискало в Госдуме лоббизм Транспиренции поискало в Госдуме лоббизм Организация предлагает его легализовать 1. Коммерсанту от 14 февраля 2019 года 18.49 Transparency International Россия подготовила доклад о лоббистском потенциале Главкомитетов Госдумы и их заместителей Авторы документа полагают, что парламентарии лоббируют интересы представителей отраслей Деятельность которых регулируют их комитеты Также эксперты обращают внимание на непрозрачность формирования экспертных советов при комитетах Опрошенный твердый знак главы и зампреда комитетов отрицают, что занимаются лоббизмом По данным, приведенным в докладе Transparency, рынок лоббистских услуг в России оценивается в 363,4 миллиона долларов А в 2017 году кампания по принятию нужного закона при наличии противников оценивалась в 1 миллион долларов и выше Эксперты считают, что в Госдуме есть 12 комитетов с наиболее широкими возможностями для лоббирования интересов крупного бизнеса Это комитеты по бюджету и налогам, жилищной политике, информационной политике, аграрным вопросам, охране здоровья, природным ресурсам, транспорту и строительству, энергетике, финансовому рынку, экологии, экономической политике, государственному строительству и законодательству В 12 комитетах 6 руководителей занимают своих посты 2 и более созывов Это руководитель комитета по энергетике Единорос Павел Завальный, глава комитета по жилищной политике Справорос Галина Хованская Ее однопартиец Леонид Левин председательствует в комитете по информполитике Также в числе долгожителей еще три единороса Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров, глава комитета по гастроительству Павел Крашенинников, руководитель комитета по транспорту Евгений Москвичев Руководители комитетов лоббируют интересы представителей отраслей, деятельность которых регулируют их комитеты И входит в состав коллегий при министерствах и ведомствах, где принимаются значимые решения и можно донести до федерального чиновника позицию заинтересованных групп, уверены авторы доклада Они добавляют, что все решение и заключение комитета проходит через его председателя Он может ускорить, притормозить или заморозить рассмотрение любого законопроекта Такие полномочия повышают лоббистский потенциал председателей думских комитетов А также делают председателей думских комитетов важной мишенью для лоббистов, которые стремятся донести до них позицию лиц, заинтересованных в том или ином законопроекте Указывается в документе, Transparency International посчитала, сколько депутатов продвигает интересы спецслужб и правоохранителей Павла Завального авторы доклада называют представителем Газпрома, который своими законопроектами лоббирует интересы компании Галина Хованская, по мнению экспертов, действует в интересах строительного комплекса и ресурсоснабжающих организаций Глава комитета по аграрным вопросам коммунист Владимир Кашин действует в интересах крупных сельскохозяйственных предприятий В частности совхоза имени Ленина, которым руководит экс-кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин Первый зампред комитета по экономполитике Единоросс Владимир Гутенев, по мнению составителей доклада, лоббирует Растех Я лоббист интересов своих избирателей Были всякие инсинуации в мой адрес, но на тему лоббизма давно не было Если бы это было правдой, я бы и была миллиардершей Кроме смеха такая информация ничего не вызывает, сказала твердый знак Галина Хованская Владимир Гутенев так прокомментировал доклад Я лоббист всего высокотехнологичного в нашей стране Кроме того, авторы доклада обращают внимание на непубличность формирования экспертных советов при думских комитетах В. Транспарency Предлагают сделать более прозрачным механизм формирования экспертных советов при комитетах и обязат комитеты публиковать данные о составе экспертных советов, об официальных местах работы членов совета, ведя записи и протоколы заседаний, отзывы экспертных советов на разрабатываемые законопроекты Авторы доклада обращают внимание, что в зарубежных странах лоббизм легализован и регулируется законодательно Лоббисты регистрируются в специальном реестре, раскрывают данные о заказчиках, цели, задачи и стоимость услуг, публично отчитываются о своей деятельности Избиратели лучше понимают процесс продвижения интересов различных групп влияния, больше доверяют органам власти и принятым ими решениям, отмечается в документе Эксперты предлагают вернуться к разработке нормативной базы для лоббистских практик В случае о легализации лоббизма в России рынок мог бы составить 10-20 миллиардов рублей В год, указано в докладе Андрей Перцев, Михаил Баринов Продолжение следует... Продолжение следует...